Боу-русай! Боу-русай! Вот такое, друзья, образование у нас, имейте в виду, Матэтинаус. Так вот, о чем же будем мы сегодня разговаривать? Ну, декабрь, конец недели, друзья, время подводить итоги по разным фронтам совершенно. И в конце недели, а может, кстати, и не о наболевшем, вовсе надо сейчас разобраться, как раз будет с этим моментом. Разговор, друзья, о капремонте, о капремонтах в республике. Тема такая очень-очень такая на грани, всегда огромное количество, скажу по-молодежному, хайпа вокруг этого. И какая-то напряженная обстановка, и недовольник. Хотя программе капремонта уже много лет, по крайней мере, не год точно. Это совершенно верно. И в гостях у нас сегодня, друзья, директор фонда республиканского капремонта Сергей Душенко. Здравствуйте. Доброе утро. Давайте мы попробуем все-таки с этим разобраться. Сколько лет, кстати, вот давайте с самого начала идет программа капремонта продолжается. Ну, система, да, систему капремонта придумали в 13-м году, в декабре, поэтому нам скоро 6 лет, день рождения будем праздновать. И пить не будем, это точно. Будем просто шарики надувать. Нет, придумать это одно. У нас же вот там есть внесение, там разбирать. Ну, действует сколько уже программа? 6 лет. 6 лет она и работает. То есть, да, как эту систему организовали, в республике Хакасии ее утвердили постановлением правительства, и с тех пор, как организация вся появилась, мы уже начали тут же и проектировать, тут же и строить, тут же собирать деньги с людей. Вот, собирать деньги, это ключевой момент, друзья. То есть, у нас двоякая ситуация, как вообще в любом вопросе, на самом деле, чего не коснись. У нас это не ремонтируется, у нас это не делается, вот здесь у нас бардак, дороги у нас разбитые, дома у нас, короче, бомжовские какие-то, все это выглядит, как вот, окей, давайте будем ремонтировать. Вот, вас, вас там, теперь будем взимать там по 50-60 копеек, я не знаю, сколько там месяц сейчас. Ну, я так, грубо говоря, мы разберемся, вернемся еще к этому моменту. Вот, говорят, это что такое? На ком основании я должен платить? Зачем? Зачем? Люди разные, дома тоже разные, состояние у домов разное, особенно возмущаются жители. Новых домов, говорят, вы что? Только дом построили. Я его купил, мне ипотеку 20 лет платить еще. Еще какой ваш компремонт, что вы сюда лезете вообще? Давайте, вот, все-таки, компремонт, на кого он рассчитан и как он рассчитан? Ну, если действительно говорить о вопросах собственников, жителей нашей республики, почему мы должны платить, наверное, на сегодняшний день самый редкий вопрос, который к нам поступает. Вот, если 4-5 лет назад, это был, наверное, самый популярный вопрос, почему мы должны платить, задавая, наверное, каждый второй, то на сегодняшний день у нас уже не почему мы должны платить, а какой будет у нас ремонт, в какой год он будет и так далее, и так далее. То есть люди уже привыкли, они уже увидели, что это происходит, мы видим эти наши блестящие крыши, фасады по всей республике. И поэтому соседние дома, они уже с некой завистью на это все смотрят и, естественно, они... Спрашивают, когда мы. Да, то есть узнают сроки выполнения. Ну, рек программа, она рассчитана на 30 лет, она постоянно продлевается каждый год еще на год, и поэтому все дома в этой программе есть, в любой момент можно всегда посмотреть, когда и какой вид ремонта в какой год. Давайте, может, по видам ремонтов поговорим. То есть, насколько я помню, это фасады, кровли и внутренние инженерные сети. И лифты в домах, где есть лифты оборудования, да. Четыре вида ремонта. С чем чаще всего сейчас приходится работать, с каким направлением? Ну, тут год на год не приходится. В этом году мы массово меняем лифтовое оборудование, об этом мы говорим постоянно. Это впервые за шесть лет мы добрались до лифтового оборудования. Вообще, сначала лифтовое оборудование не воспринималось как первоочередным видом ремонта. Что, в общем, логично. Ну, да, полтора года назад внесли изменения и признали этот вид приоритетным. Так как это опасное оборудование, это опасный объект, он под контролем Ростехнадзора. Поэтому в приоритете именно лифты и следующий приоритетный вид – это ремонт газового оборудования. Также в этом году у нас очень много инженерного оборудования мы ремонтируем. И в следующем, в 2020 году уже не лифты, а инженерное оборудование будет самым массовым видом ремонта. А вот скажите, пожалуйста, раз мы про лифты заговорили, как коснулись лифтов. Я сталкиваюсь с современным лифтовым оборудованием, в частности, в нашем. Вот в этом здании вы сейчас наверняка на нем поднимались. Это отвратительного качества какая-то дрянь, я не побоюсь этого слова, которую чинят два раза в месяц. Как вот вы сталкиваетесь сейчас, поскольку вы этим занимаетесь, какого качества? Там же гарантия, да. Потому что вот эти советские лифты, вот эти вот, которые шпанированные, которые лакированные, как бабушкин шкаф, они же ходят и ходят. И хоть сколько им, по 40 лет, блин, они до сих пор ходят и работают. Понятно, что им уже, ну, всему есть предел, что пора их менять. Но они ходят быстро, они по многу-многу лет, вот, а вот эта вот современная дрянь, она выходит из строя через полгода. Ну, когда решали, какие мы будем завозить лифты, споров было много, потому что лифты строительных заводов довольно-таки много. Много у нас, да? И на территории России, и очень активно их производит, завозит сюда Китай. Но вот именно особенность города Абакан, всех наших трех городов, Черногорск, Абакан и Саиногорск, это, что 25 лет и более назад ставили белорусские лифты. Вот почему-то сюда завозились белорусские, и наши лифтовые шахты больше всего к ним и подходят. Под них делали, строили, получается? Да, да, проектировали. Поэтому тут у нас, конечно, были варианты, но наши организации, которые эксплуатируют, они, в принципе, наверное, стали стеной и сказали только белорусские лифты, потому что с ними мы умеем работать. Мы знаем, что они надежные, что они качественные, да, они, может быть, не хромированные, не блестящие, как у вас в здании, но, тем не менее, надежность, да. Ну, и плюс к этому еще современные инновации, он должен быть энергоэффективным, он должен быть плавно... Плавно трогающимся. Плавным, да, трогающимся и останавливающимся, не как наши, как старые советские, когда он резко там рванул. И сердце, вот так вот, сердце, да, да. А я люблю. Я до сих пор на них как на аттракционах катаюсь, когда попадаются. По скорости он, современный лифт, он быстрее, но из-за того, что он трогается очень плавно, ощущение, что он медленно едет. Да, и у меня ощущение всегда, что он думает выпустить тебя вообще, или не выпустить, привез тебя на этаж и стоит задумался. Ну, и, как отмечают наши эксплуатационные организации, кто эксплуатирует лифты, все равно менталитет русского человека из тех времен советских, это можно и попрыгать в лифте, можно туда загрузиться всей компанией, все что угодно. Сейчас, конечно, лифт этого не прощает. Но он не поедет, у него же какие-то степени защиты должны быть. 27 степеней защиты, какие-то датчики, вот это вот... Он не поедет просто, скажете. Не поедет, либо он остановится и будет ждать аварийную бригаду, которая будет разбираться, какой датчик сработал. На полметра он так раз внизу идет и будет ждать, пока вас вытащат. Попрыгать в лифтов уже не рекомендуется. Не надо, в общем, хорошо. Поэтому белорусское оборудование, это, скажем так, мы с этой страной в таможенном союзе, поэтому тут никаких проблем у нас нет. Сколько лифтов в этом году вы уже установили? У нас 151 лифт уже установлен и поехал, потому что сегодня последние 4 дома из 45, которые мы делали, мы принимаем. Поэтому 151 подъемник в трех городах на сегодняшний день новый. Это значительное количество. Да, много, конечно. Это 30% от всего объема лифтов вообще в Хакасии. Ну вот вы говорите, да, что все-таки приоритетным сделали замену лифтов, инженерных каких-то, значит, оборудования, коммуникаций. Я все-таки хотел бы чуть назад вернуться, мы упомянули эту тему. Сейчас в платежках, ежемесячный платеж на капремонт, примерно в каких границах и зависит ли он от чего-то? Может, он разный у всех, может, он одинаковый у всех? Ну, там есть разница, то есть дом с лифтовым оборудованием, дом без лифтового. И третье отличие, это город и поселок. Ну, хочу сказать, по платежкам средний чек, так называемый, как стоявшееся название, это 250-300 рублей в месяц. В месяц? В месяц. Это в городах, в поселках, соответственно, меньше. Ну, не увеличивали уже 2,5 года. В Хакасии, это, наверное, единственный регион в России, где держится вот 2,5 года на одном уровне. Хотя говорят, что вот 1 января увеличат немножко на 4% на инфляцию этого года, но, тем не менее, это вот такие вот моменты, которые правительство наше сдерживало по политическим моментам, может быть, просто потому что такая позиция. А кто управляет ростом рефрегулирования или как это называется? Нет, правительство, это исключительно, да, приоритет правительства. Минстрой подает заявку, правительство уже утверждает или нет. Так, ну, вы, насколько помню, работаете через подрядчиков, естественно, невозможно охватить... Исключительно, исключительно через подрядчиков. Такие объемы, прям, нужно большое количество подрядчиков. Они, наверное, бывают разные. Бывают и не очень добросовестные подрядчики, в частности, да? Ну, конечно. А как работаете с такими компаниями? Ну, и штрафы, и черные списки, и, в принципе, они сами себя наказывают тем, что по итогу не получают деньги, если не завершают. Но на сегодняшний день их все меньше и меньше. Шесть лет работаем, из них пять уже мы выполняем ремонты. И те подрядные организации, которые не справились в свое время, которые не смогли, это действительно трудно зайти в дом, где живут люди, и выполнить ремонт, не смогли, скажем так, заработать себе денег. Они сами уходят. Ну, иногда мы их выгоняем редко, но выгоняем. Было такое пару раз на моей памяти. Даже помню, что выгоняли, немножко подрались с ними. Ну, шучу, конечно, шучу. Но было такое. И две компании у нас в черном списке. Список ведется федеральный на площадке РТС. Хорошо. А вот следующий момент, например, то есть это какие-то организации, соответственно, они лицензированы, я про подрядчиков говорю. Гарантийные обязательства кто несет, они или вы? Конечно, по договору с нами, мы как технический заказчик, пять лет несет у нас подрядчик гарантию, но это перед нами, а перед жителями, перед собственниками. В любом случае отвечаем мы фонд капремонта. Пять лет? Пять лет, те же пять лет. Поэтому в любом случае собственники управляющей компании должны обратиться сначала к нам, если что-то случилось. Ну, есть какой-то гарантийный случай, а не фонд капремонта. Отвалился в посад. А мы уже регресс на нашего подрядчика, с кем у нас был заключен договор. Поэтому пять лет гарантии. Почему я говорю, что мы как техзаказчик, потому что учредили нас, учредило правительство Республика Кассии, поэтому вот именно гарантия правительства идет, по сути. Вот так вот разбираться до конца. Ну, а вообще подрядчик, конечно, это одна из степеней ответственности подрядчика, потому что он должен понимать, что-то не так сделает, плохой материал использует, брак сделает. Пять лет мы его будем, даже если потребуется, через суд на этот объект возвращать. Радио Хакасия-ФМ на 91,5, друзья. Итак, утренний эфир продолжается. Я напоминаю, в гостях у нас директор фонда республиканского капремонта Сергей Душенко. Помогает вести эфир мне Андрей Пахабов, специальный корреспондент телевидения РТС. Андрей, ты хочешь? Да, продолжаем. А такой вопрос будет, вы как работаете с подрядчиками? То есть они сначала выполняют свою работу, вы потом им проплачиваете все свои обязательства или какое-то авансирование существует? Ну, тоже тут такой интересный момент. Вообще в Хакасии тоже было принято принципиальное решение пять лет назад, что никакого авансирования у нас не будет, потому что были очень плохие результаты и опыт прошлых лет, когда создавались фирмы-однодневки. получали авансирование и тут же монстротились. Поэтому никакого авансирования нет. Единственное у нас изменение в этом году произошло, это по ремонту инженерных систем. И то это не аванс, а это промежуточная оплата. То есть у нас подрядная организация заходит, доказывает выполнение 30%, это промежуточные КСК, акты, и только после этого вот эту промежуточную оплату получает. Поэтому нет, это риск подрядчика, который заходит, он за свои деньги все должен сделать и уже потом получить деньги. Ну это и гарантия одновременно для хорошего выполнения работы. Ну да, соответственно, и защита от того, что у нас будут банкротные какие-то мероприятия. А какая-то комиссия у вас есть приемная, кто оценивает качество выполнения работы? Комиссия у нас такая, наверное, такой комиссии даже в государственной нету. У нас в комиссии собственники управляющей компании, ресурсоснабжающей организации, администрации, обязательно представитель Министерства строительства у нас, несколько человек. То есть это такая большая комиссия, мы ее создаем в каждом муниципалитете приказом, подрядной, ой, проектной организацией. То есть это такой огромный штат специалистов и заинтересованных лиц в виде жителей и управляющих компаний, которым потом эксплуатировать. Комиссия большая. Если говорить о деньгах, то с обратной стороны, получается, есть, наверное, граждане, которые не платят. Возможно, кто-то принципиально не платит, возможно, кто-то в силу других обстоятельств, может быть, жизненных не платит. Вы какую-то судебную работу с ними проводите? Ну, проводим, да. Утром можно, да, про это говорить? Да, конечно. А и вечером тоже. Проводим. И причем, действительно, у нас взнос небольшой, ну, в месячный, как мы посчитали, 200-250 рублей. Поэтому на сегодняшний день за 5 лет у многих, кто не платил с самого начала, накопились хорошие суммы, там, до 20 тысяч. В этом году нам выделили деньги, в следующем году тоже они плохие с бюджетом, на именно судебную работу. С октября мы проводим судебные мероприятия в виде досудебных претензий и судебной работы тоже по алгоритму отсортировали самых крупных неплательщиков, начали судиться. И, действительно, эффект очень неплохой. Мы увеличили собираемость, наверное, процентов на 30, если в месяц смотреть. По году у нас увеличение пошло на 5%, а за весь период на 2% увеличить. То есть, что я хочу сказать, мы сейчас начисляем жителей меньше, чем собираем, потому что мы начинаем через судебные эти все мероприятия получать деньги, которые собственники должны за прошлый период. Вот насчет энергоэффективного оборудования, энергосберегающего оборудования. Расскажите поподробнее. Я знаю, что фонд капремонта Хакасии признан лучшим в стране по внедрению этого оборудования. Как так вышло и почему Хакасия впереди планеты всей? Ну, опять же, наверное, не испугались в свое время. Хотя, ну, довольно-таки были сомнения, много сомнений. Это были большие у нас прям слеты проектных организаций, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний. Очень хорошая команда. Администрация Бакана, которая на своей базе, вот в администрации, она вот нас всех собирала, мы по нашей просьбе. Поэтому где-то мы полгода решались. По шапке, конечно, потом за это получили. Это некие были превышения наших полномочий. Но, тем не менее, на сегодня это действительно показало, что был правильно сделан выбор. Каждый дом, а их у нас около, наверное, 450 домов, в которых мы за это время провели капитальный ремонт, оснащен на сегодня системами погодного регулирования. И управляющие компании, с кем мы на сегодняшний день сотрудничаем и ведем некий срез, анализ работы этого оборудования, они удивительные какие-то цифры показывают до 30% экономии на этих домах по теплу. Но это же усложнение системы, в принципе, да, любое оборудование, когда, если мы берем, чем более сложное оборудование мы берем, тем больше мы рискуем потом столкнуться с поломками регулярными. С тем, что в случае поломки система вообще откажет. Ну, и это естественно. Поэтому, конечно, тоже и выбор этого оборудования, то очень серьезный вопрос. Мы решались очень долго. Не пошли мы путем каких-то импортных внедрений. Обратили внимание на наш Урал. Очень много там хороших на Урале заводов, которые на сегодняшний день остались. Здесь Екатеринбург с нами работает прям в плотном контакте. Поэтому... Но есть, опять вы говорите, не в том, что оборудование ломается. Есть проблема, что когда мы устанавливаем все это, управляющие компании, у которых нет специалистов, они не умеют их использовывать. Ну, то есть там, грубо говоря, вот сама система, да, что такое система погодного регулирования. Есть некий датчик, грубо говоря, на крыше пускай, точно не знаю, дома установлен, который замеряет температуру воздуха на улице. И в зависимости от температуры меняет температуру в доме. То есть в домах тоже, видимо, стоит какой-то датчик, и вот там по двум датчикам все это выравнивается. Датчик сгорел. Ну, это регулярная система. И он там, допустим, ну, вышел из строя, и система считает, что на улице лето. И батареи, в общем, выключились. Нет, нет, конечно, нет. Это, во-первых, компьютер, который стоит. Он же компьютер сломался. А несколько датчиков. Нет, это все надежно. Эти компьютеры, они были отработаны на счетчиках, на тепловых счетчиках. То есть уже 15 лет они работали, потом их уже на эти датчики перенесли. И, конечно, поломки есть, но у нас, помните, пятилетняя гарантия. То есть сломалась. Пришел, подрядчик заменил. А вот нехватка специалистов, это прям, года четыре назад мы столкнулись, это прям бич был в Хакасе. Вот такой определенный. Если в Абакане еще более-менее, то в таких муниципалитетах, как Приисковый, Бескомжа, там вообще, в принципе, нет. Там даже сантехника-то тяжело найти. А уже метролога, который будет использовать это оборудование и подавно. Но, тем не менее, к сегодняшнему дню каким-то образом научились управляющие компании с этим оборудованием справляться. Ну, эффективность, вы говорите, пять тысяч мы платим, да? За эту квартиру, а тут 30% минусом. Ну да. Уже и жители, они заинтересованы, они уже увидев, что поставлено, они идут и добиваются, чтобы управляющая компания, нет специалиста, заключите с кем-то договор. Мы 15-20 лет назад не занимались бизнесом, делали обогреватели для домов. Сейчас, то есть, это нереально. Потому что, если сейчас ты будешь топиться электричеством, у меня вот частный дом, у меня есть возможность топиться электричеством. Если я включу электричество, у меня ежемесячный платеж будет там в районе 80 тысяч. Восьми терра десяти, в смысле, а не восьмидесяти. Поэтому, да, вот так вот сейчас. А когда-то люди спокоятся? Я уж хотел возмутиться, что ты столько зарабатываешь, чтобы до этого платить. Нет, я, конечно, топлю углем. Хорошо, давайте. Я предлагаю вернуться уже в тему именно капремонта. Скажите, а вы уже обследовали дома на ремонт на 2020 год? Да, да, они не только обследовали, уже и проекты готовы. Вообще, мы вошли в тот режим, когда мы проектируем ровно за год до того, как зайдем на эти дома. Поэтому у нас уже проекты готовы, они уже активно, мы их в аукционы все запускаем. Поэтому я приглашаю подрядчиков в этих аукционах участвовать. Более того, мы сейчас уже посматриваем и будем обследовать дома 2021 года. Поэтому такой вот у нас режим колеса, когда мы в этом году проектируем дома следующего года. А хорошо, тогда вы наверняка владеете статистикой. Где хуже всего дела обстоят, хуже всего дома в самом плохом состоянии? Ну, а в принципе, год ввода в эксплуатацию, соответственно, и хуже. А где у нас самые пожилые дома? Это Черногорск, получается. Мой любимый. Потому что в Абакане уже подснесли их, как бы подзастроили. Ну, майно. Ну, хотя, вот в Абазе чуть не сказал, но в Абазе почему-то то ли строили из лиственницы в свое время. Хотя они в одно время строились, в 50-е годы. Они в каком-то таком хорошем состоянии. Это вы имеете в виду улицу Ленина, наверное? Да, да, да. Там очень классные дома. Я жил в Абазе какое-то время. И коридоры, которые вот так вот руками не достать, они совершенно огромные. Ну, они, да, и свои планировки. Там ходил даже миф такой по Абазе, что это строили пленные немцы. И поэтому они такие крутые. Наверное, да. В 50-х годах. Ну, вот, миф, а то он и миф. Поэтому Черногорск, конечно, с таким большим количеством жил фонда пожилого. Ну, и, наверное, поселки. Поселки. Но поселки тоже. Чем дальше от цивилизации, тем жители сами получше за своими домами ухаживают. Они никогда ни от кого ничего не ждали. Да. Они, в принципе, сами вот умели что-то там подделывать. Ну, а так, в принципе, на сегодняшний день мы обследуем конец 50-х годов, года водоэксплуатации, начало 60-х. Ну, вот Черногорск, наверное, самый такой проблемный. Я, насколько помню, была предусмотрена система, когда жильцы могли сами обратиться к вам, чтобы сдвинуть сроки капремонта, допустим, с более поздних на более ранний период. Сейчас... Ремонты на домах, которые нам утверждает правительство. Поэтому надо не к нам идти, надо идти в свой муниципалитет, в свою администрацию. Они уже определенный пакет документов соберут вместе с собственниками, передадут в Министерство строительства, и они уже нам спустят в готовые списки. Ну, вам спускают. Конечно. Поэтому это надо идти не к нам, это надо в администрацию. Я к чему, что продолжается этот процесс? То есть нет такого, что все, кто хотел, уже сдвинули и как бы сидят доволен. Механизмы приближения домов, они существуют. Есть 439-е постановление, там все грамотно и подробно прописано, что для этого надо. Поэтому, конечно же, пользоваться этим необходимо. Совместно со своей администрацией этот вопрос можно проталкивать уже дальше в правительство. А вот еще один такой момент. У меня родственники тоже проводили в их квартире капремонт. И вот демонтируют старую систему отопления, старую систему водоснабжения. Там все, соответственно, все это металл. И это вроде как внутри квартиры, это собственность хозяина этой квартиры. То есть можно металлолом сдать деньги, заработать. Как вы утилизируете вот эти вещи? Два способа. Во-первых, когда мы приходим на собрание, на общее собрание, мы сразу поясняем. Если вы соберете общим собранием, решите вопрос утилизации, поручите его либо своей управляющей компанией, либо кто-то из жителей будет заниматься, то наши подрядчики-строители, они будут аккуратно его в какую-то кучку складывать, из которого вы будете забирать. Второй вариант это утилизация самими подрядчиками, но проектировщики закладывают его как строительный мусор, вывоз на свалку. Не знаю уж, как она куда потом девается, но зачастую я знаю, это касается инженерного оборудования трубы или лифтового оборудования. Там тоже много направляющих, там кабина. Цветмет. Тут даже подрядчику вот эти деньги, они невыгодны с точки зрения, что им надо нанять какого-то работника, чтобы этим занимался. Он по сути больше зарплату получит, чем саму стоимость этого оборудования. Поэтому они зачастую с какой-то компанией вторсырья заключают договор, ему также в кучку складывают, просто за бесплатный вывоз каким-то образом. Но многие жители, да, собирают такое собрание. Мне оставьте, пожалуйста. Да, поручают своей либо управляющей компанией, либо говорят, вот здесь вот в подвале мне эту кучу оставь. Есть такое, поэтому мы, имея такое решение. Опять же надо, я почему говорю, нужно, необходимо вот решение общего собрания. Если это же желание одного собственника, это не личное имущество, это общедомовое имущество, то, конечно, навряд ли что-то получится. Потому что у них начнется война между собой, такое было. Этот трубок себе потащил, этот к себе в гараж. Тут же начали разбираться, вызвали милицию. Еще и нам и досталось капремонту после этого. Поэтому такой интересный момент. Разносторонняя работа у вас получается. И как же работать с людьми, это вообще, да. Огромная армия людей с двух сторон. Здесь подрядчики, их более тысячи, здесь жители, их бывает более десяти тысяч. Взаимодействие вот этих двух армий, вот мы между ними постоянно... Сколько у вас сотрудников всего? Работает как куратор, и у меня... Ну, куратор это прикрепленный к многоквартирному дому специалист, их семь человек. Вообще у меня 35 сотрудников, хороший штат юристов, потому что приходится очень много судиться. Ну, бухгалтерия, проектный отдел, отдел работы с гражданом, вообще 35 человек, но кураторов семь. Кто постоянно на переднем плане... Если учесть, что с одной стороны две тысячи, а там десять тысяч, то это вот такая маленькая прослойка. Мы как между молотом и наковальней каждый день. Ну, привыкли работать. Говорю, тут мы больше даже уже не качество работ смотрим, потому что за качеством сам подрядчик смотрит, ему пятилетнюю гарантию. Мы больше взаимодействие, вот настраиваем взаимодействие между управляющей компанией и подрядчиком, между собственником и подрядчиком, ресурсоснабжающей организации, когда необходимо проектной организации. То есть вот все вот эти мероприятия. Ну, естественно, комиссия, помните, да, из огромного количества штата, это проверка качества при приемке. Хорошо, а вот интересуются тоже, слушатели, входит ли замена подъездных дверей в перечень работ при капремонте? Это же вообще как бы инициатива жителей, они ставят когда себе дверь с домофоном совсем на свои деньги. При ремонте фасадов. То есть при ремонте, когда мы ремонтируем фасады, мы меняем окна в подъездах и двери. И двери меняются тоже. Хорошие, теплые, да, двери ставим. Но только наружные. Внутренние, вот уже тамбурные, так называемые, это уже, конечно, управляющая компания в рамках текущего должна делать. Поэтому дожидайтесь фасада, будем устанавливать. Ну, в общем, время-то у нас заканчивается. Давай под занавес, Андрей, какой-нибудь вопрос. А что, у меня любимый вопрос под занавес впереди. Что, опять ты себе хочешь что-то отмутить? Нет, зачем? Обычно, когда себе, это уже после эфира происходит. Я напомню. В эфире не стеснялся никогда. Ну, должна же быть фишечка программы. Хорошо, хорошо. Фишечка Андрея Пахабов. Вопрос-то такой будет традиционный, впереди Новый год. Вот в связи с вашей, скажем так, деятельностью. Что бы вам хотелось пожелать жителям Хакасии в этот период, на следующий год? Каким качеством, может быть, наградить их в предстоящий период? Ну, традиционно все годы, когда я поздравляю жителей с Новым годом, я им просто желаю большого терпения. Вот нас надо перетерпеть. Нас, это фонд капремонта, наших подрядчиков и вот эту вот всю ремонтную возню-толкотню, с которой мы приходим в квартиру. Это бывает один раз в 30 лет. Это надо просто взять себя в руки, перетерпеть. Пусть даже где-то пожаловаться кому-то. Мы к этому тоже нормально относимся. Более того, жители, когда жалуются, мы воспринимаем это. Они нам помогают и контролируют наших подрядчиков. Поэтому, конечно же, терпение жителям, к кому мы придем. Конечно, всех с Новым годом. Ну, вот, наверное, так. Спасибо большое, что вы брали время прийти к нам в эфир. Друзья, это была программа, это был утренний эфир, и он, кстати, не закончился, еще никуда не приключайтесь. В гостях у нас был директор фонда республиканского капремонта Сергей Душенко. Спасибо большое. Спасибо. Зовите всегда. Рады. Субтитры подогнал «Симон»